Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Сегодня в выпуске. Чего больше двоек или пятерок? Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2019 подвели сегодня в Альметьевске. По английскому языку и ниже по русскому языку физики, химии, истории, литературе, информатики и ИКТ. В печати уже 65 лет. Газета «Знамя труда» встретила свой юбилей вместе с коллегами и преданными читателями. Но я рад, что наша газета находится на передовых рубежах. Место встречи бардов изменить нельзя. В Альметьевске прошел второй открытый фестиваль бардовской песни. Все гости нашей республики, гости нашего города, жители нашего города, все получили удовольствие. В этом году альметьевские выпускники 9-х и 11-х классов сдали экзамены намного лучше, чем в прошлом. Если в прошлом году 121 выпускник 9-х классов получил двойку, то в этом лишь 28. Снижение количества непрошедших минимальный порог есть и среди 11-ти классников. Такая информация прозвучала сегодня на совещании с городским активом. Темой встречи стали результаты государственной итоговой аттестации 2019. В 2019 году основной государственный экзамен сдавало более 2000 выпускников 9-х классов. В этом году в нашем районе средние оценки выше республиканских показателей по математике, обществознанию, географии, истории, биологии, английскому языку и ниже по русскому языку, физике, химии, истории, литературе, информатике и ИКТ. Есть и те, кто не справился с экзаменом по тому или иному предмету. Пересдать они смогут в сентябре. Об этом рассказала начальник управления образования в Альметьевском районе Ирина Павловская. На сегодняшний день 28 выпускников не пересдали. Основной государственный экзамен по сравнению с прошлым годом количество двоек у нас снизилось. На осень у нас осталось 28 человек. В прошлом году таких детей было 121, за прошлым 193. В ЕГЭ сдавали 984 выпускника 11-х классов. Лучше всего сдали русский. И здесь двоечников нет вообще. Как и в прошлом году. По математике не преодолели порог выпускники из двух школ. Они тоже будут пересдавать математику в сентябре. Обществознание уже пять последних лет держит первенство популярности среди предметов для сдачи по выбору. В этом году его сдавали чуть более 39% выпускников. На втором месте по популярности физика, на третьем биология. Меньше всего у выпускников сдавало географию. Всего полтора процента. К сожалению, имеются выпускники, получившие двойки по предметам по выбору. В этом году их 52 человека. В прошлом году их было 72. В прошлом году тоже есть. Пересдавать эти предметы нельзя. Бордый школ. Стобальники. В 2019 году таких 9 человек. Два человека сдали на 100 баллов русский язык, 5 химию, 2 профильную математику. Это лучший результат за последние пять лет. Увеличилось количество выпускников, набравших высокое количество баллов. 633 выпускника набрали 80 баллов и выше. 103 выпускника были награждены медалью за особые успехи в учении. По итогам ЕГЭ ежегодно формируется рейтинг школ, показавших лучшие результаты. В 2019 году в тройку лидеров входит школа номер 23 «Менеджер», лицей номер 2 и «Калейкинская школа». К происшествиям ночью 13 июля на улице Бегаш водитель автомобиля «Шевроле Ланос», следуя со стороны проспекта Зарипова в направлении автодороги набережной Челны-Заинск-Альмитевск, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на женщину, которая двигалась по краю проезжей части. На пострадавшей не было световозвращающих элементов. От полученных травм женщина 1974 года рождения скончалась в больнице. На пожаре в Альмитевске спасли двух детей. Вечером 14 июля в МЧС поступило сообщение о задымлении в доме номер 23 на улице Галеева. Подразделение пожарно-спасательной части 65 с улицы обнаружило задымление балкона на седьмом этаже. Как выяснилось, на лоджии загорелась игрушечная елка. Пожарные вывели из дома двоих детей, используя спасательные маски. Хозяин квартиры с ожогами доставлен в медсанчасть. Причина пожара выясняется. А днем ранее на пожаре спасли пожилую женщину. Хозяин квартиры получил ожоги. 13 июля в МЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме на проспекте строителей случился пожар. Огонь охватил зальную комнату и балкон квартиры на четвертом этаже. И лоджию квартиры этажом выше. На место пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части 65 и 15. Подъезд был наполнен дымом с четвертого по девятый этаж. Еще до появления пожарных из дома эвакуировались 16 жильцов. На третьем этаже на лестнице находился хозяин горящей квартиры. Мужчину доставили в больницу с ожогами головы и рук. В процессе тушения пожарные обнаружили на лестничной клетке пожилую женщину из квартиры, в которой загорелась лоджия. Женщина почувствовала запах дыма, попыталась спастись, упала и уже не смогла подняться. Используя спасательную маску, пожарные вывели ее на воздух и передали медика. Пожар был потушен в течение 10 минут. Площадь горения составила 30 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. Место встречи бардов изменить нельзя. В Альметьевске прошел второй открытый фестиваль бардовской песни. Знамя труда Остались лишь высокие стандарты. Преданность делу тех, для кого знаменка стала делом жизни. Теплые приветствия, объятия, фото на память. Те, кто не виделись давно, спешат расспросить о делах. Не просто коллеги, а люди, ставшие родными. Так утверждают журналисты. А еще говорят, что журналисты бывшими не бывают. Поэтому и ветераны отрасли, и те, кто неразлучен с пером сегодня, разделяют радость юбилея. Но особенные гости, безусловно, читатели. Именно для них выходит знамя труда. Выходит уже 65 лет. Буквально недавно мы отметили 65-летие Альметьевска. Газета следует буквально по пятам. И на самом деле тот вклад вообще в историю и в жизнь города, которая всегда вносила данные издания, трудно переоценить. Открыли сегодня около 2000 человек. Их работают, это все наши газеты, районные журналы, телекомпании, радиостанции. И вот этот вот коллектив, 20 человек, которые в Альметьевске сейчас две газеты делают, и на русском, и на татарском, является одним из битеров. А вот самый первый выпуск знаменки от 2 июля 1954 года. Он сохранился в архивах Краеведческого музея. Пишет про партийную конференцию, рассказывает про уборку аграриями кормов, об успехах нефтяников. Но не только это интересно на небольшой выставке. Чуть дальше техника, с которой приходилось в разные годы работать газетчиком. У каждого десятилетия были свои сложности, говорят журналисты. Но это не отменяло главного – любви к своей работе, которой журналисты отдавались без остатка. Из этих 65 лет 31 год посвящено знаменке, чем я невероятно горжусь. И таких ветеранов, которые посвятили родной газете по 30-40 лет и даже больше, наберется немало. Для них это не просто газеты, для нас, для всех. Это образ жизни, это наши силы, наше вдохновение. Я пришла работать в нее в 80-м году, была самым молодым корреспондентом в то время. Это была самая главная газета. А уходила я из нее к нефтяникам, уже заместителям главного редактора «Знамя труда». Такое настроение гостей сделало торжественный вечер больше похожим на встречу друзей. Дружеский капустник. Подпевали артистам, затем подвели итоги фотоконкурсов, которые проходили на сайте «Знаменки». Слова благодарности в этот день звучали в адрес тех, кто поддерживает «Знаменку сегодня». В числе партнеров отметили и телекомпанию «Альметиск ТВ». Мы не просто коллеги, мы родные. Родные по духу, родные по кругу, мы дети одних родителей. Мы два филиала республиканского медиаходинга «Татмедиа». Мы здесь в городе работаем, сообщать тесно, дружно. И потому что коллектив этот нам роднее не бывает. Часть нашего коллектива была когда-то коллективом в числе коллектива газеты «Знамя труда». Наши уважаемые ветераны, которые оставили нам такой фундамент, который сделал впоследствии и нас, журналистами. 65 лет – это только начало. Так говорят сегодня журналисты «Знамени труда». Время ставит новые задачи. И уже сейчас для читателей готовятся новые проекты, о которых станет известно скоро. Со страниц «Знаменки». Мы еще у нас все впереди. И это нас радует, это нас бодрит, это дает нам силы для новой работы, новых успехов, новых достижений. И мы, конечно, оглядываясь на пройденный путь, говорим огромные слова благодарности всем, кто был причастен к судьбе «Знаменки» все эти годы. Это и авторы, это журналисты. Елена Марданшина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Альметьевск снова стал местом встречи любителей и мастеров авторской песни со всей страны. На городском Майдане прошел второй открытый фестиваль «Бартовской песни». Авторы, исполнители и просто любители поэзии смогли принять участие в конкурсе. А для зрителей благотворительный фонд «Татнефть» подготовил сюрприз. Концерт целого созвездия популярных исполнителей бардовской песни. Место встречи неизменно уже второй год подряд – городской Майдан. В этом году здесь снова встретились авторы и исполнители бардовской песни со всей страны. Но помимо тех, кто приехал заявить о себе как об артисте, на лужайке Майдана собралось немало тех, кто просто пришел послушать хорошую музыку. В этом году благодаря благотворительному фонду «Татнефть» в Альметьевск приехала целая компания звезд бардовской музыки. При поддержке, конечно же, руководства компании, администрации нашего города всегда стараемся создать условия для того, чтобы все люди, кто сюда приедет на фестиваль, все гости нашей республики, гости нашего города, жители нашего города, все получили удовольствие. Атмосфера у бардов, как всегда, по-домашнему уютная и демократичная. На зеленом газоне, на теплых пледах расположились гости и участники фестиваля. А известные артисты не только поют любимые песни, но и общаются со зрителями, рассказывают байки о жизни и творчестве. Такая добродушная среда притягивает не только зрителей, но и участников. Их, к слову, в этом году в два раза больше, чем в прошлом. В том году приезжали мы на этот фестиваль и решили, почему бы и нет, тоже попробоваться. Фестиваль замечательный по сравнению со всеми предыдущими. Это самый интересный, самый лучший, потому что я в последнее время очень много фестивалей видел. А что для вас вообще в бардовской песне? Ну, это душа наша, таежная, романтическая. Это вдохновляет жизнь. Среди приглашенных звезд и народный артист России Олег Митяев. Это имя известно не только сообществу любителей бардовской песни, но и массовому зрителю. В представлении публики именно он является лицом бардовской культуры в России и самым медийным ее персонажем. А слова его песни визитной карточке, без сомнения, знакомы каждому. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Бурно встретили зрителей и одного из основоположников жанра авторской песни в России Александра Городницкого. Свою долю зрительских симпатий получили Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мещук, Юлики. Приглашенные знаменитости не только радовали своим творчеством, но и являлись членами жюри. Так что у молодых исполнителей был прекрасный шанс получить оценку от мастеров жанра. В прошлом году пригласили попробовать сделать новый фестиваль. Я приехала с удовольствием. Фестиваль получился отличный. В этом году, надеюсь, будет еще лучше. Поэтому, когда в этом году пригласили, я сказала, конечно, с огромным удовольствием. У вас прекрасный звук, у вас такие внимательные ребята, у вас такая публика добрая, отзывчивая. Она с первого слова участвует в том, что мы делаем. Я не знаю, я пока нахожусь как во сне. Я очень счастлива, что я попала к вам на фестиваль. Бардовский фестиваль в Альмитевске еще молодой и только набирает обороты, но уже многим полюбился. Для некоторых артистов выступать на этой площадке уже становится традицией. А завсегдаты бардовских фестивалей уже включили в свой маршрут еще одну точку – Альмитевск. А теперь о погоде на вторник. 16 июля в Альмитевске ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем 23. Атмосферное давление 747 миллиметров уртутного столба. Атмосферное давление 747 миллиметров уртутного столба. Делитесь новостями, становитесь соавторами и героями наших сюжетов. А прямо сейчас в эфире Бесес Гебараба с Филюзой Хамедолиной. Как реагировать на укус пчел, насколько вкусен мед прямо с пасеки и каково это – шить наряды на машинке почти полувековой давности. Ответы на эти и другие вопросы далее в эфире. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова